В первые дни после трагедии все мы были ошарашены. Я знаю сразу несколько блогеров, которые делали ролики и просто говорили через слезы, не могли сдержаться. Чувства, которые были в тот момент, трудно было описать. Люди не могли без слез об этом говорить. И вот вдруг на фоне всего этого появляется отец с душераздирающей историей. Потерял любимую жену, сразу троих детей, не одного из троих, а сразу троих, еще и сестру. Я мысленно поставил себя на его место, и мне показалось, что я не просто бы в этот момент не смог вообще никаких слов сказать. Я бы вряд ли смог вообще что-то промычать от горя, потому что, как сказал этому же человеку один из его слушающих, скорбь молчалива. Если на людей падает настоящее горе, они не в состоянии, не то что говорить, соображать не в состоянии. У многих возникает эмоциональный ступор, люди переживают даже микроинфаркты и тому подобное. Кто-то лезет в петлю, кто-то хватается за бутылку. Одним словом, все что угодно, но только не вот эти многочисленные, многочисленные выступления перед камерой. То он одному объясняет совершенно дежурным голосом, сестра, жена, трое детишек, семь, пять и два года. То тут же другому я посмотрел, сколько роликов о Вострикове, и оказалось, что их почти десять штук. Он за эти несколько дней с кем только не успел пообщаться. Вот именно это меня напрягло. Я не могу понять. Я подумал, как же так? Человек просто ходит от одного микрофона к другому, от одной камеры к другой и что-то там говорит. И да, вроде как сдерживает слезы, но все равно, согласитесь, это не те эмоции, которые обычно переживают люди, потерявшие троих малышей. И еще, как он говорит, любимую жену. Контактная группа, которая была вчера рандомно создана мной полностью, то есть это путинский, Путин приезжал, это были путинские люди. Потому что мы, когда пришли домой, начали проверять другие ролики. Один человек и на митинги побывал, и в этой, ну то есть, ну когда венки возлагали, то есть, понимаете, черт. Последней каплей в моем отношении к Вострикову было то, когда я увидел, что он за эти дни успел побывать даже на программе «Пусть говорят». Представьте себе, не через неделю, не через месяц после гибри своих близких, а через два дня он рассказывает перед страной на камеру, что и как. При этом люди, сидящие в зале, не могут сдержать слез, они не могут сдержать свои эмоции, выражая ему соболезнования, а он, посмотрите, что отвечает. Также хотелось бы, то есть, вот по поводу всех митингов, то есть, ребят, однозначно на этой трагедии, то есть, хотят, ну, что-то сделать такое, то есть, поймите, как вам. То есть, у нас нет абсолютно никакой цели, там, каких-то переворотов свергать, да, мы хотим добиться истины, однозначно, как бы, скажем так, ну, идет и... Про митинги мы тут собрались, администрация бля-бля-бля. И вот последние дни пошла волна о том, что Востриков якобы переобулся на лету. В первые дни он пытался обвинить администрацию. Игорь Востриков, человек, у которого на пожаре в Кемерово погибла вся семья, в ночь после трагедии пишет искренний пост. Моей семьи больше нет. Виноват правящий режим в моей стране. Каждый чиновник мечтает воровать, как Путин. Каждый госслужащий относится к людям, как к грязи. Он призывает всех прийти на митинг и просит максимального репоста. На следующий день на митинге у администрации он снова говорит то, что думает. Обвиняет власть, называя ее игом, которое затыкает всем рты. А вот буквально недавно его следующая цитата. По поводу Владимира Владимировича, вы прекрасно знаете, что, назовем прямо, он у нас не президент, а царь. Полная власть. Хорошо, это плохо. Наверное, власть должна быть в мое. Власть должна быть в митинге, тем более не Роман Дуберевич. Я сегодня с ним очень долго общался. Человек сказал, что будет нам все, 70 лет, поддержку оказывать. А вот эти вот люди... Обычная реакция отца, потерявшего детей, это желание отомстить. Желание, чтобы кто-то ответил. И тогда возмущения в сторону администрации и даже президента как бы естественны. И тогда мы видели, как он с такими обезумевшими глазами... Кстати, обратите внимание, тут же попавший в камеру еще в первые часы. Кричит, разве я могу пиариться? Я тут всю семью потерял. И это как бы воспринялось естественно. Дальше он делает заявление, тыкая фотографии в камеру. Неужели вы думаете, я могу быть на одной стороне с администрацией? Посмотрите сюда. Я всех своих детей потерял. И еще через день он начинает нести бред про Майдан. Майданчики. Немножко... 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 Здесь... Господа, человек потерял всю семью, а у него в голове Майдан. Когда у человека погибает вся семья, то скорее всего, вот 100%, меньше всего, человек думает в этот момент о своем, блять, президенте. Вы меня извините, но это действительно так. Если ты оплакиваешь своих детей, вещи, которые от них остались, фотографии, воспоминания, да тебе не то, что через два дня, тебе через три года до Владимира Владимировича дела не будет. Поэтому я вполне могу поддержать мнение тех, кто говорит, что что-то с этим Бостриковым не так. Получается, что окружающие его люди больше скорбят о его семье, чем он сам. Кто-то сейчас может сказать, это не стоит обсуждать, каждый скорбит по-своему. Да, но есть какие-то общечеловеческие, присущие всем нам вещи. И это не важно, в какой вы стране, но если вы потеряли семью, вы вряд ли в этот момент будете думать об администрации и президенте. У очень многих людей возникают проблемы, наблюдая за его поведением. Смотрим. Здравствуйте. Меня зовут Бостриков Игорь. Это действительно мой аккаунт. Бостриков Игорь, у нас теперь перископ трансляции ведет. Вот есть чем заняться человеку, у которого погибло пять родственников. Три ребенка малолетних. Да. Сегодня пятница, 30 марта. Время 8 часов 35 минут. Я создал этот аккаунт для того, чтобы быстро передавать информацию. Друзья подсказали. Мы знаем, какие у тебя друзья, Игорек. Сейчас это самое распространенное средство информации. Да, конечно. Как только у тебя погибают пять родственников, первое, что ты делаешь, заводишь перископ и начинаешь стримить. Вот. Ну, хотелось бы ответить на ваши вопросы. Бегите. Глазки бегают, смотрят на то, что сзади сидят люди. В ВКонтакте в 2014 году он выложил следующий пост. США требуют от России разъяснений, почему флаг России развеивается на здании парламента Крыма, Луганской и Донецкой областей. Во-первых, это красиво. Во-вторых, будете пиздеть и у вас повесим. Люди удивляются настолько, что в интернете даже пишут, об администрации говорит не сам Вострегов, а его двойник. Так как у людей просто в голове не может уложиться, что убитый горем отец, через несколько дней еще не похоронивший свою семью, может нести такую чушь. Вторые говорят, и к ним скорее всего склоняюсь я, а был ли мальчик, были ли вообще убитые дети. И действительно ли на самом деле этот человек потерял кого-то в последние дни. Третий вопрос, который возникает в отношении Вострикова. Если в России такие разговорчивые родители, потерявшие своих детей, где тогда остальные? Говорят, что по официальным данным погибло больше 40 детей. Это значит минимум 80 родителей. Где остальные родители, которые тоже могли бы что-то сказать по этому поводу? Их нет. Либо у них нет сил, что скорее всего говорить на камеру, либо ни у кого не возникает желания спросить еще у кого-то, кроме Вострикова, об этой трагедии. И знаете, как говорят, если человека смогли купить, то что это за отец, который так смог продать свою семью? Одним словом, вопросов с этим Востриковым очень много. И честно говоря, вызывает он у меня не то, что недоверие, а чувство какого-то неопределенного, неосознанного омерзения. Не могу сказать до конца, что это, но то, что я этому типу не сопереживаю, это точно. Ребята, по поводу митингов, пока мы без митингов, потому что администрация не следует, что он нашел.